Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Это было военнослужащих, службы быстрого реагирования, государственных служащих, которые потратили многие часы работы, чтобы сделать инаугурацию отражением гордости нации. Отметим, что день своего вступления в должность президента Соединенных Штатов Джо Байден назвал днем истории, надежды и обновления, когда демократия держала верх. Об этом новый хозяин Белого дома заявил на ступенях Капитолия, где принес присягу на Библии. В этот час, друзья мои, демократия держала верх. Через горнила веков Америка проходила испытания снова и снова, и Америка справлялась со всеми задачами, с которыми сталкивалась. Сегодня мы ликуем не в связи с победой на выборах кандидата, но из-за дела, дела демократии. Народ, воля народа были услышаны, и воля народа не была остановлена без внимания. Мы снова узнали, что демократия представляет ценность, демократия хрупка, подчеркнул Байден. Президент считает, что Америка рискует окончательно погрузиться в хаос, если не переодолеет раскол, возникший в обществе. Байден призвал граждан США начать прислушиваться и уважать друг друга, а любые разногласия в обществе не должны превращаться в войну. Президент обратил внимание своего народа на ряд эпизодов в истории страны. В пример он привел борьбу за права женщин и подчеркнул, что нет вещей, которые нельзя изменить. Ведь в этот день впервые в истории США пост вице-президента заняла представительница прекрасного пола Камала Харрис. На торжественной церемонии присутствовали бывшие президенты Билл Клинтон, Джордж Буш, младший Барак Обама, а также экс-вице-премьер Майк Пенс, который предпочел посетить инаугурацию Байдена, а не прощальную церемонию, теперь уже экс-президента Трампа. Как только Байден дал присягу, артиллерийские орудия выстрелили 21 раз. Церемония проходила при соблюдении норм социального дистанцирования и в сокращенном варианте. В США также не проходил традиционный торжественный парад. Законодатели присутствовали непосредственно на Капитолийском холме. Каждый из них мог пригласить к собой только одного гостя. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь Байденов всегда с вами. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok